МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот для Барнаульской гимназии номер 45, сообщает Политсибру, приобрели электронные учебники. Заведение победило в проекте внедрения электронных форм учебников в образовательный процесс современной школы и получило грант губернатора Алтайского края. На выигранные деньги 315 тысяч рублей закупили 20 планшетов и тележки-сейфы для их хранения. На планшеты установили электронные учебники по углубленному изучению русского языка и литературы. Отметим, на базе 45-й гимназии работе с новым оборудованием будут обучать педагогов других школ Октябрьского района. На Алтай откроют первый мобильный технопарк, пишет комсомольская «Правда Барнаул». Он будет создан на базе перевозной автомобильной станции, оснащенной оборудованием для обучения по предмету технологии и программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленности. Всего четыре направления – промдизайн, гео-IT, робо-аэро, хай-тек. Предполагается, что каждый год на его базе более тысячи детей из удаленных сел смогут бесплатно получить дополнительное образование. Автомобиль выделили Рубцовскому дому-интернату престарелых и инвалидов. Ключи от новой машины для повышения качества оказания услуг населению торжественно вручили власти края, информирует Рубцовская инфо. В целом на приобретение автомобилей для 19 алтайских домов престарелых и средств регионального бюджета и Пенсионного фонда России выделили 13 миллионов рублей. Как отметил руководитель социального учреждения Рубцовска, подарок стал приятной неожиданностью. Золото, серебро и бронзу привезли алтайские тхэквондисты с Кубка России, пишет московский комсомолец Барнаул. Состязания проходили с 6 по 7 ноября в Екатеринбурге. За победу боролись 500 спортсменов из 21 региона страны. Алтайские края представляли бойцы региональной спортивной федерации тхэквондо. В копилке наград – одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали. Поздравляем с победой!